Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 июня. И сегодня утром, когда я делала комментарии, я показала, что в открытом грунте у меня тоже начинают спеть томаты. Видеообзоры дня три, наверное, не делала. Пришло очень много комментариев. Ну и как всегда, среди огромного количества таких добрых, позитивно настроенных людей встречаются зрители и кусачие, с природно заложенной, наверное, злостью в них. Вот сегодня Валентина мне написала, буквально 13 минут назад, после того, как я сделала утренний обзор, написала, на кадре, где вы показывали желтый круглый томат, верхний помидор в кисти был с темным пятном в центре. Вы старательно убирали экран вниз, чтобы не было видно, что это. Репутация, конечно, многого стоит. Я не злорадствую. Не похоже. Меня эта беда преследует несколько лет, несмотря на все принимаемые меры. И все же это, наверное, следствие истощения почвы. Не помогает заваренная земля, не помогает перегной и внутри, и сверху мульча, не помогают минеральные удобрения. Давайте об этом поговорим. Но я ей, конечно, на ответ написала, что я не убирала старательно камеру вниз. Я даже ничего не заметила. Просто человек не понимает, когда у тебя 2000 томатов нужно обрабатывать, поливать и посынковать. Я не рассматриваю каждую помидорку. И уж, естественно, если бы я что-то увидела, как она имеет в виду репутацию, чтобы сохранять негативное, я бы вообще лучше не снимала. Я ей написала, что по вашим рассуждениям, мне проще было этот томат вообще не снимать. Вы бы так, наверное, и сделали. Это я Валентине обращаюсь. А я ничего не скрываю от своих зрителей. Репутация здесь ни при чём. И если заболел какой-то томат, я вот не понимаю, то при чём здесь репутация? Или вы считаете, что я убираю старательно камеру от проблемных мест? А, но если вы считаете, что я действительно убираю камеру от проблемных мест, то разговора у нас с вами не получится. Вы ведь изначально уже обвинили меня в какой-то лжи и очковтирательстве, так что поговорите с тем, кого не считаете обманщиком. Но меня саму заинтересовало, что она там увидела. Вот такой особо одарённый зритель, который видит у него, наверное, зрение плюс 150. Сейчас посмотрим этот жёлтый томат и что за уродец с тёмным пятном рядом с ним. Я снимала, я не видела ничего такого страшного. Так, смотрим этот жёлтый томат ещё раз. Что тут наша Валя, зоркий сокол, усмотрела? Надюша, смотри, ищи, ищи. Где я тут водила старательно камеру вниз? Она, вероятно... Так, сейчас выше поднимусь. Вот эту что ли она, вот эту вот макушечку она приняла за болезнь томата. Ну вообще это обычная, просто такая макушечка простая. Она, вероятно, думала, что я тут скрываю какую-то вершинную гниль томатов. Ещё раз повторяю, у меня вершинной гнили у томатов нет, но если бы даже это была вершинная гниль томатов, а не просто вот такое, как пятнышко. Это нисколько мою репетацию, я думаю, не... Как... Не знаю, как там, не понизило бы. Ну, есть у людей высасывать из пальца вот такие какие-то... Мода такая. Ну, нормальный томатик, хороший. А вверх я не показываю, потому что я же показывала тот, который поспел, а не тот, который вверху. Ну, этот поспеет, тоже будет прекрасным. И вот тут сразу же на этот комментарий приходят комментарии других зрителей. Вот Лилия Вальтер написала, что специально посмотрела, ничего там нет, но это не важно. И вот она написала, что у вас томатов это недостаток кальция, быстро устраняется. И человек пишет, что неприятный осадок от вашего комментария остался. Если есть вопросы, просто спрашивайте, а не пишите обидные слова о попытках скрыть якобы больные помидоры ради репутации. Ну, и действительно, если у Валентины возник вопрос, и она хотела узнать о заболевании, зачем перед этим писать, что вы старательно камеру убираете? Конечно, это репутация, а потом уже помогите, давайте поговорим. Ну, это любой человек, вот на моем месте воспринято, конечно, неприятный осадок. Если у вас какие-то проблемы, вы просто спрашиваете. Как оказалось, у меня и больного томата-то нет, а всяко-разно меня обвинили и в скрывательстве, и в тирательстве, во лжи. Конечно, мне больше даже неохота общаться с этой зрительницей. Ясно, что у нее впереди всего вот эта вот какая-то ее, не знаю, подозрительность, мания чего-то нехорошего, неприятна вообще. Если вы в чем-то считаете, что, ну, как хотите мне, считаете, что я действительно какая-то там вру, все это показываю, только все красивенькое, а все некрасивое скрываю, да мне скрыть некуда, у меня 6 соток всего. Вы тогда лучше вообще не смотрите и не пишите. Вот правда, испортила настроение на весь день. Я специально побежала, все посмотрела. Нет, все в порядке, никакого больного томата нет. У меня больше всего поразило. Вы тщательно, старательно опускали камеру вниз. Да мне не до этого. У меня жара, у меня столько работы. Я буду специально для вас, что ли, камеру перемещать вниз, чтобы ничего не показывать. Мне проще было тогда вообще не делать видеообзор. Ладно, до свидания. Пойду работать с растениями и успокаиваться. Есть же поговорка про собак, а я хочу сказать про растения. Чем больше общаешься с людьми, тем больше хочется проводить время наедине с растениями. До свидания.